Здорово, это у нас всички! Частет праздник, сегодня у нас 14 февруаре, святи Валентин. Извините, немножко глотнула холодного воздуха. В короче, частет праздник, на всички был бы не. Так, ну что, немножечко материала сегодня пройдем с вами. Не будем праздновать. А сегодня я предлагаю закончить этот материал, который связан с седьмой уроком. Вторая часть связана больше с системой образования, ну, плюс немножко новой грамматики увидим. Ну, кратко пробежимся по системе образования в Болгарии, посмотрим, что нам предлагает учебник. Буквально одна страничка. И я вам подготовила еще дополнительный материал, особенно для тех, кому это, для кого это актуально. Так, ну что, 17-18 упражнений было к предыдущей странице, мы их делать не будем. Пропускаем. Начинаем с новой думе 2. Новые слова. Абсолютно очевидно все здесь будет сейчас, но все-таки. Началное образование. Первый до четверти класса. То есть, первая ступень в Болгарии также называется начальное образование или начальное образование от первой до четверти класса. Вторая ступень – основное образование. Это базовое. Есть самая основная базовая ступень. Основное образование. От 5 до 8 класса. То есть, вот как раз наличие 8 классов позволяет молодому человеку сдавать уже на права, да, идти в автошколу и получать права. Ну, по достижении там 18 лет, ясное дело. Это тот минимум, который страна требует от детей, от подростков, да, от граждан Болгарии. Покрыть 8 классов. Дальше уже идет по желанию. То есть, хотите учитесь, хотите не учитесь. И вот страйдное образование, это третья уже будет ступень от девяти до 12 класса. Это общая схема. На самом деле, не все так легко и просто в Болгарии. Это в общих лигиях, в общих чертах мы так видим. На самом деле, есть варианты. Как раз я в дополнительном материале это покажу. Там подготовила, ладно, небольшую статью. Кому это интересно, вы можете посмотреть. Ну, если в двух словах, то система образования, школьного образования – это немецкая система, которую болгары перенимают еще в конце 19 века. И вот она практически без реформ, без изменений доживает до сегодняшнего дня. Все к ней привыкли, все с ней освоились. В принципе, она достаточно рабочая. Это система. И таким образом молодежь, да, дети по окончании школы могут спокойно влиться, да, в европейскую систему образования. Никаких проблем нет. Снова же, в общих чертах. Дальше вы уже уточняете подробности. Я не большой специалист, но вижу результат. Так, и у нас есть висше образование, университет. Все, классика, жанра, все понятно. Смотрим дальше. Что нам здесь дают? Какие-то аббревиатуры, сокращения, да, какие-то дополнительные термины. Итак, снова же. Усновное училище. ОУ, сокращение. Средно, общообразовательное училище. СОУ. СОУ. Средно, общообразовательное училище. Профилированная гимназия. Да, гимназия, которая идет каким-то профилем. Профилирующая гимназия. Эзиковая, математическая. Есть разные. Это, в принципе, считается самое престижное учебное заведение в Среднем Болгарии. Это профилирование гимназии, которые идут с каким-то профилем. и на выходе ребенок имеет и специальность. Вдобавок, да, к аттестату среднего образования у него есть специальность. Вплоть до того, что этой специальности порой, точнее, этих знаний вполне хватает, чтобы начинать идти работать спокойно младшим специалистам. Никаких проблем нет. Профессионал на гимназии или по-другому техникум. Аналогично дается профессия. В принципе, я вот здесь, наверное, все-таки это имела в виду, что дается профессия, дается какая-то специальность, и ребенок уже может идти работать. Я работала, у меня были такие молодые коллеги, после таких техникумов, великолепные специалисты, великолепные. И высшее образование уже опционно. Хочет получает, хочет не получает. И вообще, когда захочет, тогда его получит. То есть необязательно сразу же идти после техникума учиться. Здесь приблизительно так это все происходит. То есть есть возможность самоопределиться, надо, не надо, насколько это затратно и так далее. Насколько это выгодно с экономической точки зрения. Так, дальше. Специальности в университете. Вот список самых каких-то специальностей, которые есть. Конечно, он далеко не исчерпывающий, но все-таки прочитаем. Филология, болгарско-английско, и друг. История, психология, педагогика, физика, информатика, медицина, архитектура, право. Все понятно. Право, это особенно молодежь, часто спрашивают, что такое право. Это юридически. То есть здесь вас ничего не удивляет. Все понятно, все логично. Снова же ступени высшего образования у нас бакалавр. Три-четыре гудинин университет. И магистр педагоги не университет. Обычно, плюс-минус, плюс-минус полгода. Есть варианты. Сокращение у нас есть инженер, инж, и дорета доктор. Ну что, давайте 19, так чтобы по упражнениям все размялись. Сваржеты профессия, это со специальностом. Давайте прямо будем делать. Лекарь, медицина, учител, педагогика, психолог. Помним ударение, да? Психолог. Что там тут? Психология. Архитект. Архитектура. Историк. Тоже ударение. Историк. История. Физик. Тоже конец. Физик. Физика. Право-дач. Что-то у нас будет. Филология, да? Компьютерин инженер. Это информатика. А эти специалисты в Болгарии принято называть компьютерин инженер. То есть, вот такое у них идет определение для профессии, которую мы называем айтишники. Для этих ребят здесь говорят компьютерин инженер. Поэтому не удивляйтесь, если даже вы скажете айти, айтишник. Окей, могут понять, могут ли не понять. Компьютерин инженер принято. Доброе. Ай, следующая страничка. Дело с учетами. Давайте прочитаем, что у нас здесь у нас. Как в образовании имидж? Имидж средного образования. Завырщих профессионалных гимназий по туризму. А тем? Завырщих университет специального сфизика. Да. О чем это делал? Какое у тебя образование? Буквально, какое образование ты имеешь? Я имею среднее образование. Я закончил. Помните завырщих? Я закончил. Я закончил профессиональную гимназию по туризму. А ты? Я закончил университет. Специальность физика. Так, давайте дальше. Кога завырщихте университет? През 2010 година. Каква специальность имате? История. Какво работихте сет университета? Одна година работа в музее. А сегасом учитывал в языковой гимназии. Итак, когда вы закончили университет? В 2010 году. Какая у вас специальность? История. Какого работа ты? Кем вы работали? Чем вы занимались? Кем вы работали? Наверное, так будет корректнее. Кем вы работали после университета? Один год я работал в музее. А сейчас я учитель в языковой гимназии. Азиковая гимназия. Языковая гимназия – это гимназия с углубленным изучением иностранных языков. Называется Азиковая гимназия. Они считаются достаточно престижными. У них обычно самый большой конкурс на поступление. Потому что, чтобы пойти в гимназию учиться, надо сдать экзамены и уже пройти по конкурсу. То есть, ребенок может пройти, а может не пройти. Такое дело. И обычно в языковой гимназии очень-очень высокий конкурс. Они считаются очень престижными. Так, дальше. 20-е, 21-е, связанные с диалогами. Мы их пропустим. Ну вот, давайте 22-е. Выполняет и сдумит. Усновную, средну, выше. Распроверим, запомнили ли вы систему. Систему образования в Болгарии. Доброе. А или завершив 8-й класс, имам основное образование. То есть, завершив 12-й класс, имам средне образование. И завершив университет, имам веще образование. Вот, пожалуйста. Так. Ну что. Работаем с глаголом завершив. Он у нас один-единственный здесь глагол. 23-е упражнение. Смотрим сюда. По полнета у кунчанета. Ваша задача поработать с одним глаголом, вспомнить, какие же здесь окончания. А ну-ка, проверим сейчас. Помните ли вы, как спрыгаются глаголы в прошедшем времени у нас? Так. Оставлю на паузу, чтобы вы подумали. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Университет, окончил университет. Две. Приятелка там завершила языковую гимназию преди один месяц. Моя подруга закончила языковую гимназию месяц назад. Трет. Не завершила информатика преди три години. Мы закончили специальность информатика три года назад. Четыре. А завершил с родным образованием миналатудина. Я закончил среднее образование в прошлом году. Иппетут теза вырщиха английской филологии праздновых людей треная стагудина. Они закончили английскую филологию в 2013 году. Так, теперь настраиваемся на новый грамматик. Посмотрите, у нас будет сейчас небольшая группа местоимений. Так и называется наша табличка местоимений. И здесь будет три вида местоимений. Выпросительный, неопределительный и отрицательный. В русском языке мы также классифицируем местоимения вопросительные, неопределённые и отрицательные. Вот, пожалуйста, пример. Будем строчками двигаться. Николонка. Кой. Это у нас кто? Някой. Кто-то. И никой. Никто. Кой, ниакой, ниакой. Дальше. Колку. Сколько? Это вопрос. Колку. Сколько? Някулку. Несколько. И николку. Несколько. Коды. Где? Някоды. Где-то. Никоды. Нигде. Куга. Когда? Да? Куга. Някуга. Когда-нибудь. Когда-либо. И никуда. Никогда. И два таких особнячка у нас стоят. Нейшто. И ништо. Нейшто. Это что-то. Ништо. Ничего. Смотри, внимание. Внимание. Николь. Нейшто. Кафе. Почему? Внимание. Потому что показывают, что двойное отрицание. У нас в русском так же. Никто не хочет кофе. В отличие от, например, английского языка, где двойное отрицание невозможно. Предложение только один раз отрицается. Если это отрицательное предложение, у нас появляется только одно слово в английском, которое является отрицательным. В болгарском языке не так. В русском тоже. Поэтому я не буду вас сбивать. Короче говоря, здесь схема будет такая же, как и в русском. Никто не хочет кофе. Никой не искать кофе. Все. Не зацикливаемся. Делаем упражнение. Так, 24-е. Уполняйте снякой или никой по моделлу. Вот, пожалуйста. Снякой или с никой. Заполняем. Смотрим пример. Някой из каликафе. Ни. Никой не искать кофе. Вот, пожалуйста. Сделайте. Смотрите. 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 ПОЗВЕНИЕМ НАМУ СОЛБАДИ. ПОЗВОНИЛЛИ КТОТО КУСАЮ. НИТ. НИКТО ЕМУ НЕ ЗВОНИЛ. Вот, так вот. Продолжаем. Сейчас будут еще упражнения. Так. Двадцать пятое. Давайте, наверное, даже сделаем. Сейчас мы их захватим. И потом все вместе проверим. Посмотрите. С 25-го упражнения по 28-ое включительно, идут упражнения, все связаны с местоимения то есть по примеру по примеру надо либо заполнить либо отдать ответ а работа это пункта дается пример иногда соответствует и так далее поэтому давайте я предлагаю сразу все четыре упражнения которые здесь на страничке есть верхняя часть странички 25 26 25 29 29 ответим а уже грамматика 5 потом уже начнем отдельный блок то есть вот эти верхней части странички эти пять упражнений вот они тут поставлю если сделаю еще чуть меньше можно в принципе позволяет вот так делается последовательно и мы потом их все вместе проверим все эти упражнения и Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 И четверто, никуда не требует доказывать, что никуда. Никогда не нужно говорить, никогда. Так, двадцать восьмое. По полнете сне, что или ничто по моделу? Модел, на масса-то няма ничто. На столе нет ничего. Так, первым, Мария каза не, что на Петер? Мария сказала что-то Петру. Здесь каза, это форма прошедшего времени. Мария каза не, что на Петер? Так. Вторым, не искам ничто ты. Я не хочу ничего от тебя. Третто, ничто не знаю за того же человека. Я ничего не знаю об этом человеке. И четверто, искам дотепита не, что. Я хочу у тебя кое-что спросить. Искам дотепита не, что. Часто можете, кстати, это слышать. Искам дотепита не, что. Да, вот так. И двадцать девятое, отговорательный вопрос. Это творческое задание, поэтому у нас, конечно, ответы с вами не будут совпадать. Какво не правите никого? Ну, примерно. Аз никога не пуша. Я никогда не курю. Или. Аз никога не излизам без документите. Аз никога не излизам без документите. Я никогда не выхожу без документов. Второ. Какво не едете и не пиете никога? Аз никога не ям мисо. Аз вегетарианка. И никога не пия прясну мляку. Аз не убичам прясну мляку. Трету. Какво не требово доказываеме никога? Ну, конечно, мы могли бы здесь взять этот. Никога не требово доказываеме никога. Банально. Давайте я предложу вам свой вариант. Никога не требово доказываеме агрессивные нечто. Никога не требово доказываеме агрессивные нечто. Ну, понятно. Кто-то может придумать вариант, что никогда нельзя лгать, говорить какие-то лживые вещи. Но это такая-то субъективная оценка. Здесь уже я, в принципе, бывает вру. Бывает такое. То есть я не абсолютно кристально искренний человек. Потому что я считаю, что иногда правда может так ранить, что не дай бог. Доброе. Ай, переходим к философии. Я очень слаба в философии, не будем по этому. Психология, философия – это не мое. Не мое вообще. Грамматика ПЭТ. Смотрите дальше. Суть этой таблички. И вообще этой грамматики следующая. У нас есть глагол. Это первая колонка левая. Потом идет существительное имя. То есть или от глагольное существительное. Мы так их еще называем. То есть это существительное, которое является производным от глагола. То есть глагол привечен, от него образуется существительное. В любом языке есть такое явление. В любом языке есть понятие от глаголя существителем. Или однокоренные слова, можно еще так назвать. Однокоренные слова с одинаковым корнем. И в третьей колонке у нас будут изречения. Изречения, то есть предложения. Примеры использования этих существительных в каком-то контексте. Все. Все. Ничего трудного. В принципе, вы уже готовы абсолютно к этому материалу. Я уверена. Оно однологичное есть и в русском, и в английском языках. Другие западные языки или восточные. Глагол. Итак. Расхождамсы расходятся. И, пожалуйста, наша существительная расходка. Я думаю, вы все знаете, это прогулка. Смотрите, как можно, какие предложения можно построить. Сакидэн ходит на расходка. Приятная расходка. Дальше. Срештамсы, срешносы. Существительная срешта. Встреча. Но если переводить глагол, срештамсы встречаться, срешносы встретиться. И срешта, это встреча. Имам срештас приятели. Да, у меня встреча с друзьями. Дальше. Помогам помогна. Помогать, помочь. И, собственно, помощь. Трябвами помощь. Имам нуждаут помощь. Кстати, хорошие примеры. Действительно, когда нуждаетесь в помощи, не скромничайте. Ищите помощь. Обращайтесь к людям. Вот, пожалуйста, хорошие есть обороты. Трябвами помощь. Имам нуждаут помощь. Обращайтесь. Потому что только если вы будете стучаться, вам откроют. Дальше. Закосня вам. Закосная. Опаздывать. Опоздать. И закоснение. Опоздание. Влага. Это имадес. Минуты закоснений. Влаг имеет поезд. Извините. Поезд имеет 10 минут опоздания. Это буквально, да? Поезд опаздывает на 10 минут. Дальше. Провеждам. Проводам. Переводить. Перевести. И существует. Проводач. Переводчик. Проводач. А сам приводач. От арабский на болгарский. Я переводчик с арабского на болгарский. Дальше. Каня. Поканя. Приглашать. Пригласить. И пока на приглашение. Благодаря за пока на то. Спасибо за приглашение. Айды. Есть еще. Есть еще. Итак. Работя. Работа. И работник. Посмотрите, как смещаются ударения здесь. Работе. Как выглядит глагол работе на ударение. Работа. Ударение на первом слоге. Но работник. Снова ушло ударение. Не буду переводить сейчас. Имам нова работа. Лека работа. Слышали, да? Это пожелание. Я даже не знаю, как я вам. Плодотворная работа. Лека работа. В Болгарии так принято желать. Такой легкой работы. Хорошего, приятного, трудового дня. Лека работа. Петер Дубыр работник. Дальше. Игра. 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 Играчка. Игра-игрушка. Играчка-игрушка. Ученицы-то убичат в виду игры. Децатами имат много играчки. Понятно, школьники любят видеоигры. У моих детей много игрушек. Дальше. Ям. Есть кушать. Ям. Яданы. Ясти. Итак, ям. Это есть кушать. И яданы. Это у нас еда. Да, как бы кушанье. И ясти. Это блюдо. Не, что за яданы. Будьте что-нибудь есть. Да. Что-нибудь. Яданы. Что-нибудь. Ну, в качестве еды. Такое-то слишком буквально перевод. И дело. Не, что за яданы. Вае любимое тумиастие. Это мое любимое блюдо. Дальше. Пе. Пить. Пены. Питье. Да. Напитка. Напиток. Какое искать это за пены? Что вы хотите в качестве питья? Да. Что вы хотите пить? И мы ли безалкогольные напитки? Если безалкогольные напитки. Есть такое. Дальше. Пуша. Курить. Пушины. Курине. И пушач. Пушач. Курильщик. Пушины ту эзабранену. Курить запрещено. Пушач. Листы. Вы курильщик. Путуван. Ехать. Путешествовать. Путуван. Путуваны. Поездка. И пыт. Дорога. Приятно путуваны. Легпут. Тоже пожелание. Счастливого пути. Приятной поездки. Ну и последнее. Разговариваем. И разговор. Разговаривайте разговор. Директора. Это ему важный разговор с работницей. У директора важный разговор с рабочими. Так. 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 Тридцатое упражнение. Мы его переделаем. Задание, конечно, слушайте учителя. То есть послушайте меня. И пополнять эллипсу в учетеду. И заполните недостающие слова. Но я вам предлагаю. Потому что здесь достаточно очевидные слова пропущены. То есть постараться предложить какой-то вариант. В пропуске вставить слова. Все слова берутся из таблички. Вот эта табличка, которая в грамматике 5 у нас. Попробуйте свои силы. Очень хорошее упражнение. Я пропущу такая, чтобы много таких упражнений быть делала. Но их, к сожалению, нет. Наличие. Итак, пропуски. Вставляем те от глагольных существительных, которые мы только что рассмотрели. И потом делаем сверочку проверку. Но, к сожалению, я не могу поставить его на таблицу упражнений. Поэтому как-то придумайте, как это сделать. Я чисто упражнение оставлю. КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Проверяемы Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Так что проявите немножко инициативы творчества и составьте по предложению. И идут дополнительные упражнения. Давайте рассмотрим, что у нас здесь. Автобиография, CV, резюме. Смотрите, это, конечно, учебное CV. Оно очень-очень простенькое. То есть чисто для ориентира. Использовать его как шаблон предотрудоустройственно, я считаю, что немножко бессмысленно, потому что слишком примитивный формат здесь используется. То есть кому надо, всегда можете в интернете найти прототипы, найти шаблоны, по которым составить свою автобиографию. Но если, в принципе, у вас работа, та позиция, на которую вы подаетесь, очень такая сама по себе просит, то можно этим, в принципе, воспользоваться. Но, на мой взгляд, все-таки она слишком упрощена, эта схема. Ну, давайте просто пройдемся по строчкам, разберем, может быть, что-то интересное для вас есть новенькое будет. Имя. Васил Иванов Петров. Понятно. Видите, кстати, в болгарской традиции сначала на первое место ставится именно имя, личное имя. Имя, потом идет фамилия Иванов. В случае, ой, извините, не фамилия, а башкину имя, это отчество. Васил Иванов. И уже Петров, это фамилия. Фамилию обычно ставят на третьем месте. Ну, начать с фамилии, как принято в украинской традиции, тоже можно сказать, например, Петров Васил Иванов. Тоже можно. Ну, такой формат более часто используемый. Так, адрес. Град София, ЖК Младус 3, блок 307, вход А, этаж 2, апартамент 5. Адреса вы уже знаете. Телефон. Тоже можете просто поупражняться, прочитать по три цифры. 350, David. Awesome, 127, David. 100, 27, 200 и 5. Вот номер телефона, да? Эмейл. Это больше вопрос к английскому языку, никому выроскому. Оставляю эмейл. Дату на граждане. Давайте прочитаем. Да, там на граждане. 18 июля. 1000, David Stottin. И 80 година. 18 июля. 1000, David Stottin. И 80 година. Национальность. Булгарин. Трудов стаж. 2009. Сыга. То есть 2009 по сегодняшний день. Учебник был составлен, если я не ошибаюсь, по-моему, в 2014 году. Поэтому не удивляйтесь, он уже староват. Но хронология, особенно те из вас, кто имеет очень маленький опыт в подаче резюме, в составлении резюме. Смотрите, хронология всегда от более близкой даты, то есть от сегодняшнего дня и вглубь туда. И уже назад в прошлое. То есть не с момента, когда вы родились, вы рассказываете о себе, а наоборот, от сегодняшнего дня и углубаемся в прошлое. Потому что последние события имеют больше вес, чем те события, которые были, например, 20 лет назад. Ну, по крайней мере, для людей, у которых я, там, 40-летний, да, то есть, там, что у меня было 20 лет назад, она по большому счету уже вообще никакого веса не имеет. Поэтому важны только последние какие-то, последний опыт. Ну, в основном так рассматривать, да. Последние проекты, по которым мы работали, последние квалификации, ну, и тому подобное. По этой причине. Город София. Образование. 2006. Специализация в Англии. Преподавание на английский, как от чужд язык. Итак, в 2006-м специализация в Англии. Преподавание английского языка, как иностранного. Как от чужд язык, иностранный язык. 2000. 2005. Софийский университет, Климат Охарицкий. Специальность английской филологии. Вторая специальность, фрэнский язык. Итак, года понятны. Софийский университет имени Климента Охарицкого. Специальность английской филологии. Вторая специальность, французский язык. Такое бывает. Очень часто человек параллельно, как бы, две специальности. Учит. Это очень здесь популярная тема. Не удивляйтесь. Хилада Деветстотен Деветсета Четвертая. Хилада Деветстотен Деветсета Девет. Вторая английская языковая гимназия София. То есть, с 94 по 99 учился во второй английской языковой гимназии город Софий. Да, действительно, престижные гимназии. Их также выносят в резюме по причине того, что это очень престижное учебное заведение. Среднее. И очень часто, как мы уже сегодня выяснили, там дают столько знаний, что этих знаний порой достаточно, чтобы уже начать работать. Высшее образование просто где-то какой-то шлифовкой занимается, создаёт вам какие-то дополнительные социальные связи и так далее. Но знания очень часто закладываются в гимназии. Действительно, я встречала таких молодых людей, которых, ну, не у каждого человека с высшим образованием были такие связи, знания, извините, знания и навыки, как у ребят после хорошей престижной гимназии. Да, да, да. Это правда. И поэтому в автобиографию обязательно они заносят. Это престижно. Эти языковые гимназии их знают хорошо. То есть, они имеют репутацию национальную. Их знают хорошо по всей стране. Там какие-то специальные гимназии. Это вторая языковая, она очень известна. Так, добрые личные умения и компетенции. Понятно, да, что какие-то квалификации, знания такие личные. Майчин язык, болгарский. Майчин язык – это родной язык. Майчин, видите? Как бы мамон язык, родной язык, майчин язык, болгарский. Другие языки – английский. Ниво, цедве. Френский, ниво, цедве. То есть, другие языки английский. Уровень цедва, ниво, уровень. Френский, тоже уровень цедва. Ну, уже привыкать я постоянно подписываю, ниво, ниво. Цедва, цедве, цедва – это самый высокий уровень владения языком. То есть, это профессиональный уровень. Фактически свободное владение. Компьютер неумение. Майкрософт, офис интернет. Ну, как я говорила, действительно, резюме очень сжатое, очень краткое. В принципе, в интернете есть поинтереснее версии. Чудесно, чудесно. Но структура в целом такая. То есть, личная информация идет, там, немножечко опыта работы, образования, там, какие-то личные, иногда хобби, интересы, какие-то и так далее. Посмотрите. Я уже давно не составляла сама резюме. Не составляла, составляла. Так. Ну, я честно вам скажу, я беру шаблоны по ним. Как составляю свою информацию, не заворачиваюсь. Вот мотивационное письмо, имейте в виду, я считаю, что мотивационное письмо является более важным документом. Вот здесь вот уже я тщательно прорабатываю, когда мне необходимо писать, подавать документы. То есть, я пользуюсь шаблоном для резюме, для автопиографии, шаблон. Потому что, ну, знаю, они так чисто, как визитная карточка. Посмотрели, да и все. А вчитываются именно в мотивационные письма. Что, зачем, почему. Ваша какая-то гражданская позиция, там, общественная позиция, там, еще что-то профессиональное кредо и так далее. То есть, я не туда смотрю, в основном, HR. Поверьте, мне, я, вот здесь я очень часто выступаю, просто меня приглашают на какие-то собеседования, именно оценить уровень владения языком. Я часто выступаю со стороны HR, да, смотрю на кандидатов и оцениваю их уровень языковой. И я прекрасно вижу, что особо никто в эти резюме не всматривается. Так, имя, фамилию, чтобы просто поздороваться с человеком, приблизительный возраст, где учился и так далее. Смотрит немножко на другие вещи уже. Доброе, Айда, 30 втором. Бронеты, праздники, места, которые используют эту формацию. Это вот автобиография, это новосейл. Ну, давайте закрепим то, что мы сейчас с вами посмотрели, тем, что вы заполните вот эти вот пропуски здесь. Пропуски заполните. И, в принципе, вот этим шаблончиком можете воспользоваться и для себя. Если вам придется где-то общаться, да, являться где-то на собеседовании, там может быть собеседование и по работе, и там на получение каких-то документов. То есть любой формат собеседования может вам пригодиться. То есть то, чтобы у вас уже были наработочки, да, что о себе рассказать. В принципе, вот это вот вам пригодится. И мы сделаем святочку. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Подготовьтесь. Субтитры создавал DimaTorzok Так, и на 80-й Субтитры создавал DimaTorzok То, что я вам хочу показать Дать, это будут... Все Извините, пожалуйста. Итак, смотрите, я вам предлагаю Вот этот файлик, сейчас я вам его скину Рассмотреть дома, подготовить его на четверг Где вы у меня? Сейчас, наш вроде бы копировал ссылочка То есть это обещанный материал дополнительный, вы видите на экране, да? О системе образования средних Среднее звено, средняя ступень в Болгарии, да? По-укорски это среднее учебное заведение Я вам предлагаю, чтобы вы взяли его как бы на домашнее чтение И дома рассмотрели А мы в четверг начнем с этого файлика Где-то я вам что-то прокомментирую, объясню Но вы таким образом будете подготовлены И еще следующее занятие мы проведем В повторении, в обобщении Поговорю немножечко о системе среднего образования в Болгарии Может быть я подготовлю еще какие-то дополнительные материалы Но даже здесь на этом файле, вы можете увидеть Идет статья о болгарских, да? Болгарских средних учебных заведений На второй страничке идут какие-то конструкции Полезные, да? Даже написано запомни Вы рассмотрите эти слова, словосочетания Может быть для кого-то из вас действительно это актуально Дети сейчас уходят в школу И здесь я подготовила еще и такой диалог И диалог между мамой, ну или папой Как будто из родителей со своим там сыном Или дочкой, которые школьники То есть, как это может выглядеть То есть, что-то может быть очень полезно И мы в четверг продолжим Вот так вот Домашний у вас есть Так, и да не забираем И да не забираем Днеса праздник Такая час Пожелам Да сипучин этой хубавичку Да вот праздноваты А, кстати, сегодня в Болгарии, да? Кроме того, что сегодня Святого Валентина Это такой международный праздник, да? День влюбленных международный Сегодня еще Трифон Зарезан Старстил То есть, сегодня У нас еще идет народный праздник наш Трифон Зарезан Да, по старому стилю 14 февраля Новый стиль у нас был 1 февраля Сегодня старый стиль Сегодня снова же Лозари Виноградари вышли Виноградники Совершают вот эти ритуалы Традиции можете посмотреть В интернете Можете в новостях посмотреть Что происходит при этом Там все Пожелают хорошего урожая И так далее и тому подобное Особенно те из вас Кто вот по морю находится И так далее Это рядом с Бургасом Да, 10 километров Там сегодня самые такие Мощные торжества Так что включайтесь Наверное, уже поздновато Ну, доброе Айда, уставим век И до четверток Приятного садо Батна всички И часы праздник Чао-чао Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok